Изучать свойства фторосодержащих полимеров начал еще отец Василия Корнопольцева. Он же продолжил работу в этом направлении. Такой полимер самый скользкий в мире. Василию удалось найти способ нанесения этого вещества на металл, что значительно сокращает его трение, а соответственно и износ техники. Местные предприниматели уже оценили эффект от разработки. Возьмите любой узел трения, любой узел трения. И без применения металлофторопластового материала он не обойдется. К нам очень хорошо ходят частные предприятия, которые занимаются переработкой мяса. Пельмени, которые производят, у которых огромное количество мясорубок и так далее. Также фторопласт используется и в качестве добавки к автомобильным маслам. По словам ученого, его свойства превосходит более дорогой английский аналог. Эффект такой же сокращает износ двигателя. Предприятие ОАО «Городские маршруты» пользуется разработкой уже год. Увеличились сроки замены масла. То есть ощутимая экономия, скажем так, небольшая, но чувствительная для нас есть в рамках нашего немалого парка автобусов. Также по заверению изобретателя, фторопластовая добавка облегчает запуск двигателя при низких температурах, что актуально для сибирской зимы. Патент на свое изобретение мужчина уже получил. Ему даже приходили предложения из Германии. Сразу две компании пожелали взять его разработку в производство. Предложили оформить патент уже в их стране. Но Василий Корнопольцев отказался, так как считает себя патриотом России. Ирина Ревенская, Сергей Костенко и Вячеслав Сердюченко. Новости дня.